Ежемесячные сочинения «К пользе и увеселению служащие» Первый в России ежемесячный научно-популярный и литературный журнал, издававшийся Петербургской Академией наук в 1755-64 годах. Журнал печатался в типографии Академии наук тиражом до 2000 экземпляров. В 1758-62 назывался «Сочинение перевода к пользе и увеселению служащие» с 1763 ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. История Предшественником журнала было литературное приложение к Санкт-Петербургским ведомостям, так называемые «примечания», которые выходили с 1728 года до смутных времен в Академии наук. Издание «Примечаний» было предложено академиком и непременным секретарем Г. Ф. Миллером. 22 ноября 1754 года Миллер изложил на заседание Академии предложение президента Академии графа К. Г. Разумовского издавать, начиная с 1755 года, ученый периодически журнал на русском языке по образцу издававшихся прежде «Примечаний». Академики единогласно признали полезность предлагаемого издания и решили, что журнал должен быть ежемесячным. Также было постановлено «Допустить к сотрудничеству в журнале профессиональных литераторов не из числа академиков. Исключитесь журнала статьи по богословию и вообще все, касающиеся доверы. Не публиковать статьи критические или такие, которыми мог бы кто-нибудь оскорбиться». Ломоносов на заседании предложил, чтобы журнальные статьи проходили предварительную цензуру на собраниях Академии, против чего возражал Тредяковский. Предложение Разумовского Академии от 12 декабря 1754 года такая цензура не упоминалась. В качестве названия журнала было предложено «Санкт-Петербургские академические примечания». Журнал отдавался под смотрение Миллера. Журнал должен был издаваться большим по тому времени тиражом в 2000 экземпляров и предназначался для широкого круга читателей. Из высоких наук, якотой из астрономических наблюдений и сислиний из физики, математическими вычетами изъясняемой из анатомических примечаний, которых разуметь невозможно без знания совершенного самоанатомии. И ничего тому подобного в поминутой книжке не вносить издание журнала прекратилось в 1764 году в связи с отъездом Миллера в Москву. Тиражи и подписка Ниллер предложил цену в 15 копеек за номер, что, кажется, для читателей будет недорого, а для Академии не убыточно. Впоследствии годовая подписка была поднята до 2 рублей, что было дешевле, чем «Санкт-Петербургские ведомости». Первый год существования журнала расходилось ежемесячно от 600 до 700 экземпляров, поэтому с 1758 года тираж был снижен до 1250 экземпляров. Поскольку на журналы прошлых лет сохранялся спрос, новый тираж оказался недостаточным и потребовалось второе издание номеров за 1758-1762 годы. В итоге полные 20-томники журнала было можно приобрести за 15 рублей в академической типографии значительно позже прекращения выхода журнала. В XIX веке авторы журнала в журнале публиковались оригинальные и переводные сочинения. В научном разделе участвовали Эфы Саймонов, Князь Сем, М. Щербатов, П. Рычков. Литературная часть представлена именами М. М. Хераскова, Анартова, Оржевского. Ежемесячные сочинения в 1755 году отразили полемику ведущих поэтов эпохи М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и В. К. Тридиаковского. В то время было не принято платить авторам за публикацию их произведений. Можность видеть свои труды в печати считалась достаточным вознаграждением. Миллер, однако, уже в 1756 году поручил выдать авторам и академикам по экземпляру журнала в хорошем переплете для побуждения он их господ впредь к сотруднению. Другие журналы со схожими названиями. В 1786-1996 Академия наук издавала журнал «Новые ежемесячные сочинения», наследовавший ежемесячным сочинением. В 1901-1903 годах литературно-художественный журнал «Ежемесячные сочинения» издавался в Петербурге и Есинским. В 1759 году у журнала возникли цензурные проблемы со стихотворением гвардейского онтер-офицера Алексея Андреевича Ржевского «Санет или Мадригал», посвященном танцовщице Либерисака, опубликованном в февральском номере. Как и в других случаях недовольство императорского двора, соответствующие страницы журнала были перепечатаны.